Меня зовут Андрей Смирнов, я представляю сегодня доклад про филированное положение Flutter. Сейчас я работаю в компании Finhood, это финтех-стартап, и мы там прямо любим финансовые показатели, выводить это все в режиме реального времени с большой скоростью на графике. Вообще эти графики они очень сильно востребованы. И давайте рассмотрим такой вымышленный сценарий. Представим, что я такой разработчик своего пакета. Я решил разработать такую библиотеку, которая будет рендерить у меня быстрый график, я назову его вот так FastChart, нескромно, и разработаю такую библиотеку для финтех, заработаю на этом очень много денег. Для начала, что я буду делать? Я начну с простого, я начну делать ColumnsChart, который у меня умеет строить, рендерить вертикальные бары. И знаете, что я даже сразу вам покажу кусочки кода. Вот у меня вот такой первый счет бы я начал. Вот у меня есть право эмулятор, здесь сейчас вывод 10 точек. 10 точек я увожу на конвасе. Более того, у меня сейчас в принципе графика, я считаю, очень даже неплохо выглядит. У меня есть какая-то координатная сетка на background. И так все, мне кажется, замечательно. Более того, я сюда даже добавил какую-то анимацию, видите? Вот это сообщение, которое мне сейчас приводится в Transoli, это у меня вывод из сообщения, вывод из моего виджета. Как я это нарисовал? Это я использовал Custom Painter. Наверняка вы с этим сталкивались, когда мы берем конвас и на нем напрямую рисуем. Давайте я даже покажу логику моего Columns Painter. Вот его логика Columns Painter. Возможно, не все сталкивались с Columns Painter и вообще Custom Painter. Они могут принимать некий Notifier, конструкторы, Listenable Объект. Вы можете передать анимацию, и на каждой тип вашей анимации будет происходить обновление вашего Custom Painter. Но мы же понимаем, как бы нам не это самое интересное. Давайте посмотрим на логику моего метода Paint. Если шрифт я установил поменьше, вы мне скажите, я увеличу его больше. Вот. Вдруг что-то там не замечаете, вдруг не считается текст. Подскажите, я увеличу. Вот. Смотрите, здесь вот мое сообщение, да, просто я сейчас для логинга его ввожу, чтобы понимать в консоли, там, представим, что у меня лог какой-то. Дальше у меня есть определенный источник данных, и я просто по этому источнику там хитерируюсь и начинаю рисовать. Каким образом я рисую? У меня есть получение максимальной координаты. Я хочу, чтобы все вертикальные пары у меня размещались по высоте с масштабированием. То есть я ищу какую-то максимальную точку. Вот она у меня сейчас самая крайняя вот эта точечка. Вот. Я относительно нее, пытаюсь относительно нее, относительно этой высоты максимальной отрасывать все другие вертикальные бары. Вот. Каким образом я делаю? Получил максимальное значение, а потом я, соответственно, для всех моих остальных точек беру Y axis value и, соответственно, рассчитываю высоту моей колоночки просто как относительное значение, да. Получил значение, грубо говоря, в процентах и умножаю на высоту вот этого всего окна. Вот. И таким образом у меня получается и максимальная точка размещена, и все остальные, как бы я их всех вижу, прямо пропорционально максимальному значению моего вертикального бара. Вот. Давайте посмотрим, что дальше у меня есть еще здесь. Просто для гемо, как бы, я разместил перфоманс верлей. Вот. Вы знаете, что его можно там при помощи DevTools можно посмотреть, но я вот здесь для наглядности разместил его внизу. Вот. Те, кто не знаком с архитектурой Flutter, в принципе, Flutter умеет рендерить у нас во Flutter Engine он работает с черными потоками. Это платформа, это I.O. И два потока, которые у нас отвечают за наш UI, это поток Raster, в котором выполняется наш код с киев, и вот этот нижний поток, нижний поток, это поток UI, где выполняется код бизнес-логики, собственно, ваш код Dart, который отвечает сейчас за UI. Вы смотрите, все хорошо, вроде бы как, и у меня даже здесь никакого, ну, пока на десяти точек все нормально. Здесь я еще в скополь, скополт моего приложения, я разместил кнопочку обновить, она просто вызывается и стоит. Кнопочка плюс у меня добавляет сейчас 100 точек на мой график, вот, и кнопочка Nothing, которая действительно ничего не делает, я вам сейчас покажу и потом попозже коснусь. Вот, давайте добавим 100 точек, добавляем, и вроде все нормально пока. Давайте посмотрим какой-то предел, 300, 400, здесь наверху у меня показывается счетчик, вот видите, сейчас у меня отредрал 410 точек. Добавляем еще, еще, внимательно смотрим на мой UI-тред, и мы видим, что начиная с какого-то критичного значения, где-то было 1000 точек, UI-тред очень сильно деградировал. Мы вышли явно за пределом 16 миллисекунд, понятно, что мы сейчас работаем с дебаг сборкой, FlutterDev нам говорит о том, что вы должны профилировать свое приложение обязательно в режиме профайла, когда у вас там все отладочные символы удалены, но тем не менее, я считаю, что даже не дебаг сборки мы можем понимать, когда у нас начинает происходить какая-то деградация, когда увеличивается время нашего, то время, которое затрачивает процессор на выполнение наших операций. И что мы можем с этим сделать? Смотрите, мы, я хотел сделать FastChart, первое, что, кстати, под весь, он доступен по такой ссылочке, по короткой ссылочке Bit.ly FastChart, я переключаюсь между тегами, вы можете делать так же потом со мной. Вот, и можно сделать ребрендинг моего пакета, назвать его SlowChart или там, верить SlowChart и на этом закончить. И все. И прекрасный пакет, и как бы потребитель моего пакета будет знать, что это, в общем-то, бери на чарт, на большее не стоит рассчитывать. Вот, но, наверное, это не наш путь, да? Давайте попробуем пойти по другому пути. Что, какие техники мы знаем, да, для решения проблем? Хочется спрофилировать наше приложение и понять, где же проблема. Существует несколько техник профилирования. Одна из них CPU usage, когда мы понимаем, если в двух словах, по большому счету, это такая агрегация в частности подключения наших потоков. Когда мы подключаемся из одного потока в другой, высчитываем время, какой поток, сколько сейчас занимало времени. Вот, и, в общем-то, эта техника, она присуща многопоточным приложениям, а DART, вы знаете, он работает в однопоточной среде. Вот, если мы это рассматриваем изоляторы, вот, сейчас мы говорим про однопоточную среду выполнения. И, собственно, мы даже знаем, в каком потоке у нас проблемы. И, то есть, CPU usage, вот эта техника, она не очень подходит. А какая техника другая подходит? Подходит техника, которая называется CPU sampling. Вот, и что это такое? Вообще, как бы, эта техника подразумевает сбор определенной статистики с огромной частотой. Для нашего DART приложения это тысяча раз в секунду. На самом деле, в DevTools там можно подрегулировать эти характеристики, но в среднем тысяча раз в секунду, тысяча герц мы собираем снэпшоты нашего приложения. Что такое снэпшоты? Это, по сути, сэмплы. Вот они так называются, сэмплы. А по факту это стэк трейсы. Стэк трейсы, стэк трейс, на вершине стэк трейса мы знаем, какая функция выполняется. Теперь представим, что за какое-то определенное количество времени мы собрали огромное количество вот этих сэмплов, вот этих стэк трейсов, и мы понимаем, мы можем это все сегрегировать, и можем сказать, какая функция, которая висела у нас на вершине стэка, больше всего времени занимала времени. То есть мы можем понять, где у нас какие-то узкие места. Вот. И на самом деле, эта техника CPU-сэмплинга, она прямо сейчас у вас доступна на ваших лаптопах. Под Ubuntu это D-trace, Perp Events, ну под Windows вообще, как бы, такие инструменты. Прямо сейчас под MacOS вы можете запустить Activity Monitor и засамплировать ваш процесс, используя вот команду sample process. Люди, которые там, наверняка там кто-то работал с вас с iOS-разработкой, у вас доступен такой инструмент, называется Time Profiler, вы можете вызвать процесс, допустим, в данном случае я сейчас пускал мой процесс в FartChart, вот, выбрал ее на профилирование, здесь слева я увижу мои потоки, Flutter IOM, Flutter Raster, Flutter UI, и вы уже должны есть как трейсы, вот мы их соберем. Можно то же самое делать из команды строки, используя инструмент с клей, да, и собирать как бы из строк трейсы, указав PIT нашего процесса, указав время наблюдения за наблюдаемой сборкой. Вот. То же самое можно сделать при помощи утилита команды строки sample, выказываем PIT, выказываем время, длительность наблюдения, вот 30 секунд я указал, и, скажем, файл, куда будут собраны наши сэмплы. По большому счету это строк трейсы, и вот мы увидим их в текстном виде, а потом мы можем какой-то программе это отдать и проанализировать дальше. Вот. Но есть другие инструменты, которые позволят нам работать с нашим Dart-положением более точно. Вот. Хочется напомнить, что Dart, и сегодня уже было, кстати, сказано, что Dart, причем, первая версия была анонсирована в ноябре 2013 года, версия 1.0, вообще впервые он был представлен там в 2011 году даже. И на Dartе, в общем-то, писали и клиентские утилиты, и серверные утилиты, писали веб-приложение, и каким-то образом людям, разработчикам Dart, приходилось каким-то образом профилировать приложение. Кроме того, любая плата приложения, это такое же Dart-приложение. Это такая же Dart-программа. И, честно теоретически, можно даже мое прямо сейчас приложение можно запустить при помощи утилиты команды строки Dart, вот, указав Leap, там entrypoint, точку входа, мое приложение Main. Понятно, что получится всякая ерунда, мы не найдем какие-то пакеты, просущие Flutter SDK, типа Dart и O. Не запустятся, да, как бы не запустятся. Вот. Но, если мы запустим наше приложение в режиме Flutter Run, как рекомендует нам, собственно, это делать Flutter Dev, официальный сайт, только в режиме Profile. Вот. Но я сейчас для, опять же, цели откладки, я запущу мое приложение в режиме Debug. Вот. И мы увидим, что в консоли будет выведено такое сообщение. Обсерваторий Debugger and Profiler на таком-то, это сейчас название моего эмулятора, доступен по такому-то адресу. И давайте посмотрим, что же это за такой-за профайлер. Для того, чтобы сэкономить время, я уже запустил, на самом деле, вот у меня по такому-то адресу уже загружена моя обсерватория, обсерваторий профайлер. Вот я немножко отрефрешу. Что мы здесь можем видеть? Во-первых, мы можем увидеть, что здесь у нас сейчас происходит разделение на изолятор. Первый изолятор, в котором запускается функция main. Ну и системный изолятор, в котором сейчас крутится VM-сервис, это Debug-сервис, через который мы, собственно, подключаемся к нашему приложению и начинаем его дебаж. Вот. И здесь, на самом деле, множество дополнительных, интересных возможностей, про которые сейчас я хочу коснуться. во-первых, это самая крутая вещь, которая мне, на мой взгляд, подходит для профилирования наших приложений. Это таймлайн. Давайте я вам сейчас покажу, как он выглядит. А таймлайн выглядит примерно вот так. Такой довольно эстетичный интерфейс. Смотрите, что здесь есть. Во-первых, слева мы видим наши потоки, с которыми мы работаем. Поток растеризации, платформенный поток, платформенный АО, Ай-О, извините, и поток UI. Здесь же мы можем очистить наш, при помощи кнопки Clear, очистить наш таймлайн, прорефлешить его состояние. Вот. И здесь мы сейчас еще покажу вам такая замечательная вещь. Highlight V-Sync. Наверняка вы себе задумались, когда подключаем V-Sync Provider V-Sync, да? Да что же это такое-то? Как его увидеть физически, да? Сегодня мы его увидим. Давайте я пока вот так подсвечу эту галочку, чтобы вы знали, где она находится. Помните, когда вы наверняка там сейчас уже познакомились, и кто-то очень глубоко познакомился с жизненным циклом, вообще рендерингом, в платах, и вам пригодится вот такая комбинация клавиш, я сейчас покажу. Те, кто в игры играл, наверняка помнят вот такую штуку, ВАСТ комбинация клавиш. Она вам сейчас очень сильно пригодится для работы с таймлайном. V – это у нас расширение по масштабу, S – сокращение по масштабу. Соответственно, кнопочки A и D это мы можем двигаться, итерироваться влево-право. Если мы сейчас развернем наш флаттер Ui-фоток, смотрите, вот весь жительный цикл нашего флаттера положения. Engine Begin Frame, Stadia Frame, а дальше что тут начинается? Анимейт, Лайаут, Композицион Битс, Фазер Пейнт, немножко уменьшим масштаб, компоновка, и финализация нашего дерева. Если мы сейчас, смотрите, у нас идет работа с нашим Ui-потоком, если я сейчас разверну поток ростеризации, Ui-поток закончил работать, а дальше начинается выполнение уже, за ним уже начинается выполнение потока ростеризации. То есть они идут друг за другом. Ui-подготовил, ростер-поток, дальше начинает рендерить. Хорошо, как нам это поможет? Сейчас я подключил V-Options Highlight Sync, очищаю все, что сейчас было у меня, отрендерено. Возвращаемся в мое приложение, и вот здесь у меня проблема какая-то существует. Давайте я несколько раз отрефрешу. Отрефрешу, отрефрешу, отрефрешу. Явно, да, как бы видно, вот у нас такая сильная деградация по нашему потоку Ui. Отрефрешим, и посмотрим, что мы получили в таймлайне. Во-первых, обратите внимание, да, вот где пауза была, вот такие серые блоки появились. Серые и белые блоки, это у нас на самом деле и есть наши фреймы. А помните, я вам обещал показать сигнал Vsync. Для этого достаточно посмотреть на платформу. И вот так, так, разворачиваем, 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 и вот наш Vsync сигнал. Даже на нем можно кликнуть, и мы увидим, что категория Mbter. Вот она, замечательная наша категория Mbter. И наш сигнал Vsync. Собственно, для чего это показывает? Если мы посмотрим, спустимся вниз по этому сигналу Vsync, то мы перейдем на начало нашего потока UI. Что здесь еще интересного? Это stacktrace, где stacktrace, всю вот эту статистику, весь этот timeline, вы можете сохранить как внешний файл и отдать вашему коллеге, который находится у вас, не знаю, на Луне. Вот, он у вас зашел в Chrome Tracing и подгрузил при помощи кнопочки Vsync. тот же самый файл и вам помогает, вы сидите, общаетесь, не знаю, по Discord, по Zoom, там, где угодно. И он также вам может помочь спрофилировать и понять, проанализировать, что же такого плохого. Помочь вам в этой работе. Теперь, смотрите, мы сейчас анализируем этот поток UI. я хочу посмотреть, где же выполняется мой Dart Code. Если я сейчас кликну на так называемый Slice, Slice, это как раз есть агрегированное состояние моих сэмплов, моих stack tracers. И вот я сейчас щелкну на Slice Paint, внизу мы видим, что это у меня категория Dart, это Dart Code. И, скажем, из чего он сложен? Вот этот конкретно Slice, он у меня сейчас собран на основе статистики из 36 stack tracers. 36 сэмплов. Давайте вернусь немножко назад. Я же хочу проанализировать сразу же скопом весь вот этот массив собранных сэмплов. И для этого я переключаюсь вот в эти режимы, они доступны у меня вот здесь. Кнопочка 1, кнопочка 2, кнопочка 3, кнопочка 4. Кнопочка 1 это режим Selection, когда я могу взять и вот так все выделить. В данном случае я выделил всю часть работы, которая относится к категории Dart Code. Дальше начинается самое интересное. я получил агрегированное состояние и здесь у меня по каждому слайсу показывается сколько времени суммарно было затрачено. А давайте я сейчас отсортирую по CPU Self Time. И мы видим, что у нас категория Paint сейчас занимает больше всего времени. World Duration занято столько-то такое-то огромное количество времени. Суммарно. Хорошо. Дальше двигаемся. Переходим в категорию Paint. Рассматриваем собранную статистику по этому слайсу более подробно. Обратите внимание, здесь у меня справа сказано, какое количество сэмплов было учено для сборства статистики. Окей. Двигаемся дальше. Отщелкнем на сэмпл. И вот здесь начинается самое интересное, что может действительно вам помочь решить все эти конфликты, когда вы ищете узкие места. Смотрите, здесь собрана статистика по теми вершинам статейсов и сколько они занимали общего времени вашего процесса. Total Person для по моему полноспейнтер для такой-то функции GetMax X Y QL занимает 32,79%. Понятно, что здесь у нас проблема. И это на самом деле такой довольно очевидный кейс, примерно думанный довольно-таки. В реальном случае, в реальных кейсах это правление так очевидно. Сейчас я продемонстрирую вариант, когда мы можем другую технику использовать для поиска узких мест в собранной статистике. Вот смотрите, мы выбираем самую большую статистику по всем слайсам. Вот это сейчас первая категория. Она занимает у меня от всех 100% 51% времени. И дальше я начинаю разворачивать по кнопочке вправо. И обратите внимание, пока я сейчас разворачиваю, разворачиваю, мы сейчас дойдем до старта, собственно, виджет Flutter Binding запустился наш Flutter движок. Пока 51,4%. И можно пока дальше, дальше, дальше разворачивать, разворачивать эту всю статистику. Нам важно поймать тот момент, когда вот это соотношение 51% начинает дребиться на какие-то составляющие себя части. Давайте дальше разворачиваем, пока статистика не меняется. ну вот тут какая-то статистика поменялась 50,96, но это не так важно пока, не так сильно. То есть пока это в пределах допустимого. Появилась какая-то функция, которая не так много времени хотела. 49,68, тут уже можно что-то задуматься. Дальше разворачиваем наш стактрейс, дальше, разворачиваем еще. и вот смотрите, в какой-то определенный момент времени моя суммарная цифра 49, она разложилась на 43,7. Вот здесь звоночек, на который мы можем обратить внимание и посмотреть. А давайте повернем вправо, что же произошло. А вот моя функция, вот она проблема. Оказывается, колонус пейнтер из всей статистики, собранной по функции пейнт, моего кастом пейнтера, занял 43% времени. Из всей статистики выполнения тех фреймов, по которым мы сейчас наблюдали. Давайте посмотрим в коде, что же это такое, почему, как вообще так получилось. Вот моя функция getmax y access value. Давайте глянем на нее, посмотрим, что же здесь происходит. Оказывается, для поиска максимального значения я опять двигаюсь по моему источнику данных и нахожу, сравниваю минимальное значение, максимальное значение, вытаскиваю максимальное значение, вот эта функция у меня вызывается в процессе итерации по моему источнику данных, то есть когда я слева направо двигаюсь и строю все эти вертикальные базы, в каждой итерации я делаю то же самое, то есть я увеличу сложность алгоритма до контактичной. Я допустил грубую ошибку, я пишу не самый оптимальный укод, мой роботодатель это не увидит, вот надеюсь, и что тут можно сделать, ну очевидно, что мы просто эту функцию должны вывести за пределы цикла понизив сложность алгоритма до линейной. Опять же, сейчас мы это сделаем фикс, и я продемонстрирую, как он повлиял. Такие другие возможности есть. Сейчас показал, как при помощи таймлайна можно отслеживать такие вещи. У Тарт в гео-обсерватории есть еще такая штука, называется CPU Profile. Мы можем посмотреть CPU Profile. В принципе, это такое же грегированное состояние, вот то, что только что мы сейчас сделали, можем с этого же самого начать. Но опять же, проблема надуманная, она довольно очевидна, и кейс такой, и у нас не так много кода выполнялось. Но здесь, по этой статистике, я сразу же вижу, что такой-то метод у меня очень много времени занял. И здесь мы прямо на этот момент можем обращать внимание и пользоваться вот этим разделом. А давайте еще посмотрим, что же тут еще интересного. Смотрите, есть у меня класс полностью Enter. Давайте посмотрим. Я кликнул на него, открываю, и здесь у меня будет полная статистика. Так как сейчас я работаю в режиме дебаг, то вся оплодочная информация, все дебаг-симулы, они у меня доступны прямо в серопатуре. В режиме profile, соответственно, вы все классы потеряете. Смотрим ниже, и вот мой весь исходный код. А вот эта зеленая область показывает, что сюда заходил процессор, и он выполнял ту или иную строчку кода. Интересно. Ну вот здесь вот есть такая серенькая-серенькая, незнакомая мне кнопочка. Вот. Давайте сделаем знакомый. Видите, появился тот тип, и он называется тот CPU profile information. Щелкнем на нее. И вот здесь вообще, мне кажется, масс-херд любого инструмента. Инструмент, который показывает общее время распределения нагрузки, частоту захода вашего процессора на ту или иную строчку кода. То есть, вообще, по каждой выполняемой функции. И это вот самая такая клевая штука. Здесь я вижу, что в течение выполнения всей вот этого, всей логики метода Pay, у меня вот эта функция вызывалась настолько часто, что она заняла 25,9% времени. Кроме того, если я сейчас сделаю вот так, еще раз обновлю. Я же сейчас пока нахожусь в обсерватории, обсерватория слушает мои приложения. Сделаю рефреш. Еще раз. Там было 25,9%. Время, ну, затраченный ресурс, мы видим, что они деградируют 28,8%. То есть, прямо в режиме реального времени вы можете наблюдать за тем, сколько ресурсов всего тратится на ту или иную функцию. Вплоть до каждой строчки хода. Вот. И это, мне кажется, самая такая мазкая функция, которая должна быть в любом устранении. К сожалению, там можно пользоваться DevTools, но DevTools настолько детально информацию, по-моему, еще не дает. Может быть, я что-то пропускаю. Помимо того, что, если говорить про, кстати, как мы попали сюда в этот класс, есть такой режим обсерватории, он называется класс иерархии. Я сейчас пока мучать не буду вас. Как им пользоваться? В данном случае, так как у меня сейчас дебаг-сборка, я могу показать всю иерархию всех загруженных объектов вот в этом режиме класс иерархии. Вот. Но здесь такой определенный нюанс, здесь показываются вершины всей иерархии класса. И для того, чтобы найти мне, допустим, мой Custom Painter, я знаю, что он у меня на следу к интерфейсу Listenable, я ищу Listenable, раскрываю его, потом вижу в него также зайти и спрофилировать код, который сейчас у меня выполнялся. Здесь немножко долго загружаются, поэтому я просто показал это место для того, чтобы просто запомнить, где это есть. Помимо того, что мы можем деградировать по ресурсу нашего CPU, у нас могут быть утечки памяти. Так ведь мы можем какие-то объекты инсенсировать постоянно и, соответственно, не удалять на них ссылки. И для работы с памятью существует такой раздел, называется Location Profile. Посмотрим, что он из себя проставляет. Во-первых, здесь мы видим сразу же еще как устроен Гирбич Коллектор вообще в Dart и Flutter в частности. Все новые объекты они у нас попадают в New Generation. Вот они вот здесь живут, в этой части у нас. Через определенное количество времени объекты у нас попадают в Old Generation и после того, как на них теряются ссылки, объекты удаляются соответственно из Old Generation. Но здесь мы можем посмотреть и поискать наши экземпляры, наши модельки, которые сейчас загружены прямо вратами. Сейчас у меня на графике используются 1410 определенных структур данных, при помощи которых я сейчас отрендер в эти вертикальные бары. Мои структуры данных называются Custom Data. Если я сейчас поищу Custom Data, вот я найду ошибся, Custom Data, вот моя структура Custom Data, мы видим, что все 1410 объектов они помещены в Old Generation, мы видим, сколько они занимают памяти, и мы можем даже судить о том, сколько памяти потребуется для того, чтобы разместить здесь 5 миллионов, ну какую-то там любую другую величину. Мы можем прогнозировать, сколько памяти нам потребуется для размещения такого количества объектов памяти. Можем провалиться в Custom Data, посмотреть, что же это за класс такой. Это определенный класс с определенными полями, но и здесь из важного есть определенный интерес, представляет раздел Instances, то есть показывает конкретный сейчас живущий объект. Мы можем зайти в Stronger Litchable и развернуть все наши объекты, вплоть до того, что мы можем посмотреть в рантайме какой объект с какими полями сейчас существует. И это тоже очень интересная вещь, которую вы можете прямо в рантайме дебажить состояние памяти вашего продолжения, посмотреть, какие экземпляры с какими свойствами загружены прямо сейчас. И на этом, наверное, я сейчас пока про обсерваторию закончу говорить. Кроме того, в обсерватории, если вы подключите пакет Dark Developer, вы можете такие же слайсы сами формировать. Используя, допустим, timeline, вы можете на timeline выводить свои какие-то профилиры, свои участки кода. Как синхронно, так и синхронно. Сами печальное то, что по обсерватории сейчас, если вы попытаетесь найти документацию, то документацию не найдете. И прямо сейчас я, чтобы найти документацию, использовал такой сервис, он называется Webback Machine. Это, собственно, поисковая машина, которая умеет кэшировать. Буквально до ноября прошлого года документация была доступна. И, видимо, сейчас Platter Team сделала ставку все-таки на DevTools, и они потихонечку избавляют от этого инструмента. Но я надеюсь, что у DevTools появятся те возможности, которые сейчас присущи обсерватории. то есть для того, чтобы, если хотите порыться, там, поискать, воспользуйтесь сервисом Webback Machine, Dart Observatory, найдете документацию, и наверняка у вас масса вопросов возникнет по тому, как этим пользоваться. Там довольно подробно все описано и что за что отвечают. И на самом деле обсерватория, это вот как раз и тот есть первый забытый герой, про который я все хотел вам сказать. На мой взгляд, это очень полезный инструмент. Не знаю, как вам. Подойдет? Вы имеете в виду. Давайте посмотрим на дальше на код моего приложения. Смотрите, я говорил, что у меня здесь кнопочка Nothing. Посмотрю функцию Main. Вот у меня объявлена вот эта кнопочка. Она на самом деле ничего не делает. У меня здесь есть он Press. И здесь обычный, пустой обработчик события. Давайте очищу консоль. Вот моя кнопочка Nothing. Я щелкаю. И у меня вывод в консоль. Вывод. Это у меня сейчас отработал Custom Painter. Самое печальное в этом то, что если я посмотрю на мой Комас Пейнтер и посмотрю на ShutterPaint, я явно образом говорю, не надо мне перерасовывать. Не надо. Но тем не менее, вот эта вся бизнес-логика, 1410 операций меньше произошло, 1410 итераций вычислений. То есть я явным образом каким-то потребляю ресурсом моего CPU. Я ничего не делаю, я состоятельный называю. Самое печальное и самое страшное здесь то, если бы у меня сейчас вместо вот этой кнопочки NASA находилось какое-то анимированное состояние, вот у меня сейчас анимашка крутится, мы можем наблюдать как тратятся ресурсы нашего CPU и ничего с этим не поделаешь. Вот ничего. Нет, на самом деле мы сейчас что-то с этим сделаем, решение проблемы есть. И для того, чтобы понимать, когда такие проблемы происходят, есть debug symbol, не debug symbol, debug константом, сейчас продемонстрирую, она называется k-debug repaint rainbow enabled. Сейчас отрефешим состояние моего положения, перезапущу, покажу, как оно будет выглядеть, покажу консоль. Смотрите, здесь у меня появились определенные границы. Так, извините. Попробую увеличить. Смотрите, вокруг каждых элементов у меня появилась такая зеленая граница, которая показывает на самом деле те объекты, которые будут перерасовываться сейчас в одном слое. Мы видим, что вот граница сейчас деревенненькая для моих кнопочек совпадает с границей такой же зеленый у моего SkaFold. Проблема в том, что плата рендерит все свои элементы даже к соседям. Он собирает их все сверху вниз спускаются, вы знаете, да, как бы запрашивают констрейнты, дети ему отдают сайзы. Но не это важно, потом в конечном итоге он берет их и склипает в один слой. В рендер слой лэйер выглядит примерно вот так. Вот так примерно выглядит. То есть он берет соседние, как бы, двух соседей и помещает их на определенный слой. Вот у нас был зеленый, красный объект, рендер объект, он их разместит в одном лэйере и перерисует. Соответственно, при рессовке любого элемента, который перерисовывается, перерисовывается и все его соседи, которые находятся на одном лэйере. Вот. И как эту проблему расширить? Существует виджет, наверняка, кто-то из вас латус, он называется Repalm Boundary. Я, как захочу же, я же хочу разработать свой пакет таким образом, чтобы обезопасить, ну, чтобы мой пакет не проносил зла. Я хочу, чтобы только добро было потребителем моего кода. Вот. Кстати, насчет вот этого флажка, давайте я покажу. Он называется вот так вот. Debug, Repaint, Rainbow Enabot. Смотрите, тот же самый флажок можно включить при помощи Flutter Inspector. Здесь вот есть такая галочка. Вот она вот так выглядит. Она как раз и показывает. Показать, ну, бордюры, которые будут менять цвет в том случае, когда происходит перерасовка рендер-элементов. Пока уберу, чтобы это мне не мешало. Давайте, вот смотрите, я сейчас увеличу, попробую, чтобы это было более явно. Обращаем внимание, смотрите, посмотрите на цвет. Обратите внимание на скафолд, да, как бы вот его сейчас такой блекленький зеленый цвет. Я кликаю на кнопочку NASA и цвет, видите, он меняется. Там не особо яркие цвета, но, к сожалению, я на это повлиять не могу. Мы видим, что вот цвет скафолда меняется, то есть он тоже полностью перерасовывается. Это не наше поведение. Вот, нам это не нужно. Как мы это можем изменить? Собственно, использовать виджет, который так называется Repound Boundary. Сейчас покажу уже с учетом фиксом эта проблема. Мы сейчас говорим о том, что есть какие-то вещи, которые потребляют ресурсы нашей CPU и в том числе не явно. Вот, для того, чтобы отлаживать эти вещи, вот как раз нужно вот эту технику учитывать и иметь в виду. я сейчас применил Repound Boundary. Применил ее где? Применил при построении моего FastChart библиотеки. То есть всю логику, которая мне сейчас отвечает за отрисовку моего чарта, я разместил в Repound Boundary. В принципе, мы как потребитель вот такого кода, который там действительно сейчас приносит проблемы, мы можем, мы могли бы снаружи взять мой FastChart и как бы обернуть его в Repound Boundary. Вот, но я как автор моего кода, я хочу, чтобы потребители моего кода, даже потребители моего пакета даже не думали об этом. Поэтому я у себя прямо в коде делаю такой фикс. Давайте посмотрим, как это сейчас выглядит уже на примере. Мой фикс, как заработал. Смотрите, здесь у меня вокруг FastChart, вокруг моего графика появилась зеленая линия. То есть она показывает границу моего уровня работника. Вот, и я начинаю рефрешить, вот у меня крутится моя анимация, извините, крутится моя анимация, вот, но, помните, да, когда у нас был случай без фиксов, сейчас моя анимация не приводит к тому, что у меня перерисовывается весь мой чарт. То есть у него как было, вот сейчас в данном случае синяя линия, вот, мы видим, что скафол полностью постоянно перерисовывается, но мой FastChart, он не перерисовывается. То есть я тем самым сейчас экономлю и ресурсов. так, это вот момент, который я хотел рассказать про Repound Boundary, при помощи которого мы можем, и той техники, при помощи которой мы можем выявить неявных потребителей ресурсов вашего процесса, вот, и как эту проблему обойти и решить. Опять же, смотрите, у нас, мы говорили о том сейчас, как решать проблему с UI. Здесь, кстати, нервным образом переключился, я переключился на другую ветку, я вам обещал показать, как будет выглядеть фикс, фикс мой стал выглядеть таким образом. Вот моя функция, которая получала максимальное значение по оси, по вертикальной оси координат, я вылез за пределы цикла, и, как мы видим, сейчас у меня поток UI уже не тормозит. То есть мы все как бы абсолютно решили эту проблему. Но, давайте посмотрим на другую часть RenderWG, у нас, помимо UI, у нас есть еще поток рестерризации, в котором появится наша SKIA, которая отвечает за вывод графики и за рестерризацию. И проблема бывает не только в UI, проблема бывает еще и в графике. Для этого я подключу сейчас другую ветку для демонстрации проблемы, которая называется Raster тренды Городейшн. Перезапрещу мое приложение. Опять же, у меня сохранился этот флажочек, который у меня показывает сейчас границы. Смотрите, в этом сценарии, в этом сценарии я начал выводить по оси координат значения, с которыми отрендерены мои вертикальные бары. Те текущие значения, при помощи которых они рендерятся. А как бы я хотел их рендерить, допустим, я бы хотел их рендерить вот так, с небольшим затенением. то есть у меня слева направо, при достижении правой границы начинается такая маска прозрачности, да, как бы, там, от единицы до, там, скажем, 0,6. Вот, то есть вот так, примерно, чтобы такое происходило затухание. Какой красивый эффект, я бы хотел его добиться. Вот, и я, на самом деле, до этого эффекта добился. вот, каким образом я сейчас, давайте посмотрим, как этот эффект у меня работает. Я добавляю определенное количество точек, вот, и давайте обратим внимание на Raster Thread, пока вводи все хорошо. Добавляем 100, добавляем еще 100 элементов. Вот, опять же, начиная с какого-то определенного момента, вроде все нормально, да, все хорошо работает. Смотрите, я отрегивал 1210 точек, все замечательно. Каким образом строятся у меня эти рендер элементы? Они, извините, каким образом строятся у меня эти лейблы? Вот у меня есть такой метод Build Labels. Здесь у меня строится Rich Text. Для того, чтобы достичь вот этого эффекта затухания, я здесь применяю fade out. Overflow, fade out. Вот, фон C сейчас у меня пока установлен 8. Теперь представим, что мы работаем, работаем, работаем. Представим, что это у нас была какая-то тупеньшная тема. И дизайнер говорит, давайте увеличим шрифт, вместо 8 сделаем 13. Давайте это сделаем. Я увеличу шрифт до 12. Ох, анимация у меня сразу же там визуально, по-моему, она стала умирать. Смотрите, там пошагово. И смотрите, насколько сильно деградировал растроподок. По-моему, все, продолжение можно накидывать в помойку. Ни о какой там, ни о какой публикации не идет речь. Как выявить эту проблему? Мы ничего не поменяли. Мы вообще увеличили шрифт. Как это вообще произошло? Мне дизайнер сказал поменять тему. До этого все работал, дизайнер сказал, увеличить шрифт, все сломалось. Я же не менял, я тут логику ничего не менял. Я новые там элементы не добавлял. Произошла какая-то такая страшная штука. Вот, и для этого мы поговорим сейчас о втором забытом герое. А второй этот забытый герой называется Skier Debugger. Что такое Skier Debugger? Skier Debugger позволяет вам получить детальную статистику по тем графическим комитивам, которые сейчас прямо используют для отрисовки всего вашего экрана. Так, как сделать такой скриншот? Это необычный скриншот, который мы могли бы использовать в нашем Skier Debugger. Skier Debugger, сейчас я вам покажу этот инструмент, как он выглядит, он работает со своими скриншотами. Только скриншоты, не обычные скриншоты, которые мы делаем в QNB, а скриншоты, которые имеют определенный тип Skier. Вот, опять же, для того, чтобы получить скриншот, вам потребуется обсерватория. Вот, она явно указывается при помощи параметра обсерватории URL. И когда мы указываем, там, запускаем эту команду фаза скриншот, и имеется вот такой фаз с решением СКП Skier Debugger. Вот, и эту Skier Debugger мы можем скромить некому инструменту, который называется фазовский Adibugger. На самом деле, чтобы сэкономить время, я сейчас уже загрузил первый скриншот, и в данном случае что я сделал? Я откатился в инверсу назад, откатился к тому моменту, когда я использовал Shift меньше, сделал скриншот, а потом откатился к другому релизу, где я поменял, скажем, увеличивший шрифт, и получил другой скриншот. Я хочу их сравнить. Вот, в первом экране у меня сейчас один скриншот, во втором экране у меня второй скриншот. Что из себя представляет Skate Debugger? Это такой инструмент, который позволяет вам, первых, посмотреть вообще пошагово как происходил рендер. Так, давайте обновлю. Что-то просто не так. Не совсем протухло немножко. это так же. Вообще, как бы Skate Debugger вы можете развернуть локально, можно развернуть сервер локально. Так, давайте попробуем на второй вкладке что-то. Вот, начиная с первого фрейма, вот все-таки заработал. Смотрите, сюда подгружают первый скриншот, а второй вкладочкой загрузил второй скриншот. Здесь тоже потребуется перегрузка. Здесь мы можем переместиться со сканой первой операции и прямо по шагу посмотреть, как у нас происходил рендер. Иногда это полезно, посмотреть, как у нас происходит отрессовка графики, если у вас какая-то сложная логика в кавказ-компейнерах, вплоть до отрессовки каждого графического примитива, мы можем прямо так пошагово наблюдать. В карте, что рендераться. Вот, можем сразу же откатиться назад, можем ткнуть какой-то элемент, щелкнуть на кнопочку Jump и посмотреть, при помощи какой графической операции было трендерено этот элемент. Вот, скажем, у нас графическая операция Drawer и Red. Можем все посмотреть, с какими параметрами она была вызвана. То есть, это можно как бы использовать тоже для дебага. Вот, но не это, даже самое важное. Вот, а сейчас, в данный момент, нас интересует гистограмма. На самом деле, вот здесь гистограмма показана количество, вся собранная статистика по тому количеству элементов, которые были сейчас использованы для рендера вот этой картинки. Мы видим, что здесь было использовано какое-то огромное количество точек, огромное количество прямоугольников. Понятно, что пример там сейчас утерированный, да, как бы я здесь где-то мог бы оптимизировать. Вот, давайте посмотрим второй скриншот. Чем они отличаются? Выберу второй скриншот. Посмотрю на статистику. Увеличу немножко. На самом деле, они отличаются тем, что у меня при отрасовке моего второго случая, когда мне прислали увеличенный шлифт, у меня появилось вот это дикое количество операций в сейфлеер. 810 операций. Есть рекомендации на флаттердеп. В общем, нельзя использовать сейфлеер довольно часто. Сейфлеер приводит к тому, что вы начинаете использовать закадровый буфер. Это какая-то очень дорогая операция, которая приводит к тому, что у вас происходит переключение контекста при отрасовке. Вот, и таких операций стоит избегать. В данном случае я что-то там сильно размахнулся и начал сейфлеер использовать. Вернусь к презентации немножко. Вообще, как бы вот я говорил про эти рекомендации, есть прямо целый раздел посвящен почему эта же операция такая дорогая и когда и в каких случаях стоит ее избегать. Эта операция на самом деле используется не так много эффектов, не так много виджетов ее используют. Это шейдер, это когда мы смешиваем цвета при помощи кола-фильтра. Это чип, неожиданно, я вообще первый раз тоже когда посмотрел, где там он может использовать. Да, он может использоваться при определенном установке флага и текст. когда мы используем собственно оверхлоу шейдер, это тот эффект, когда я сейчас использовал в затенении. Я хотел добиться эффекта фейдау, вот я использовал рич текст и текст оверхлоу фейдау применял. Собственно, в этом случае начинается использоваться процессы фейдау. Так как у меня было задействовано 810 точек, которые я трясовывал, я там особенно не занимался оптимизацией, вот это привело к тому, что у меня настолько сильно деградировал поток и у меня вот здесь появилось эти 810 операции. И как бы мы могли эту проблему починить, ну просто подошли к дизайну и рассказали, давайте попробуем поищем другое решение. В принципе, я это то же самое решение могу решить как? Я могу, скажем, сверху на вот эти лейблы наложить в меру какой-то общей плашкой какой-то линейный градиент с прозрачностью там такой же, просто сверху и добиться примерно такого же эффекта. Давайте я даже покажу, как это примерно будет выглядеть у меня. Вот у меня используется BitLabels, мой не очень оптимальный метод вывода графики. Вот, и я попробую добиться с учетом фикса. С учетом фикса. И смотрите, вот я добился примерно такого же результата. Вот у меня произошло затенение. Мне не понадобилось файдаут. Просто здесь в стеке сверху я наложил определенный контейнер, указав у него линейный градиент. Вот, и мы видим, как, собственно, у меня растер-поток он меня ожил. Это вот такая рекомендация насчет использования SafeFlyer и как эту проблему можно обойти. Опять же, это вот был второй герой, про которого говорил с Kia DeBuyker. Считаю, что тоже инструмент, который должен быть мастер в повседневной работе флат-разработчика. Вот, опять же, мы сейчас говорили про SafeFlyer, когда его избежать и когда его не избежать. Я подготовил демку, чтобы объяснить небольшую разницу. я запущу я запущу другой пример. Выглядит он примерно так. Я на скафолт сейчас помещаю графическое изображение вот это такое красивое абстрактный фон. а потом на это графическое изображение я помещаю какое-то определенное количество плашек. Вот они выглядят могут вот так с определенным там рандомным поворотом. Вот, с фифрами 0-1 количество я могу тут управлять. Но на самом деле, если обратим внимание, чем я отрисовал этот как я добился такого эффекта. У меня есть Custom Painter, который у меня принимает определенный були флаг. Сейчас, извините. 7D уже вышел за пределы, я понимаю, да, видимо. Вот у меня есть определенный класс, который мне отвечает за отрисовку моей графики в Custom Painter. И он сейчас у меня принимает такой були флаг UseSafeLayer. В данном случае я его использую. Давайте посмотрю, как этот флажочек у меня используется в коде метода Paint. В случае, если у меня используется Если у меня используется SafeLayer, я использую операцию графическую SafeLayer, а потом на выходе из этой графической операции, то есть у меня SafeLayer, они работают, эта операция, также аналогичная операция Safe, она работает в паре с операцией Restore. Смысл в том, что между этими операциями мы применяем другие графические примитивы, и до выхода Restore к ним применяется тот эффект, который был обозначен в операции Safe. Для операции SafeLayer я использую режим смешивания цветов Multiply. Так вот, мы могли бы добиться того же самого эффекта смешивания цветов при помощи кисти, без использования SafeLayer, просто указав на кисти Blend Mode Multiply. Но разница между ними в том, что кистью мы не сможем закрасить с учетом наложения цветов нашу типографику. И бывают сценарии, когда дизайнер вам четко дает понять, что типографика должна тоже рендерться в определенном режиме смешивания цветов. Как вот здесь, видите, сейчас у меня текст наложен, там у нас красная единичка накладывается на зеленый модик. Если я сейчас попробую без SafeLayer это использовать, наглядно сейчас покажу, мы будем получать примерно вот такой эффект. Видите, да? То есть типографика становится непрозрачной, к типографике не применяется Blended Mode. В некоторых случаях этого не избежать. На этом, наверное, у меня все, что я бы хотел рассказать про те инструменты, которые можно использовать в вашей работе и про небольшие нюансы, в частности, про SafeLayer. Какие можете сделать выводы? Ну, выводов каких-то новых я не смогу вам дать. Есть рекомендации на официальном сайте и, в принципе, там достаточно подробно все обговорено. Ну, здесь я бы добавил, наверное, что используют Repound Bounder для изоляции своих кастомных виджетов, для отрисовки своей кастомной графики. Просто позаботиться о том, что потребитель вашего кода об этом не думал. Просто сразу же оборачивайте Repound Bounder. Ну, и дополнительно все рекомендации, они обычные, не используйте часто ребилды, храните состояние, не обновляйте его, обновляйте только по мере необходимости, держите большие вычисления в других изоляциях и так далее. Те инструменты, которые вы можете использовать в повседневной работе это Platter DevTools, Performance Overlay, Performance Tool в Windows. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание еще на эти инструменты, я их отдельно выделил, это обсерватория из Kia Debugger, чтобы они у вас появились в вашем арсенале. Стоит заниматься всегда оптимизацией, да, как бы, на мой взгляд, не стоит заниматься сразу же бросаться и писать оптимальный под. Проблемы надо решать по мере их поступления, я сегодня уже от кого-то эту фразу слышал даже здесь. Всегда стоит взвесить, да, посмотреть, насколько сильно поддеградируемые потоки только после этого применять оптимизацию. Потому что ваше время это время вашего работодателя, который он там вам платит за эту зарплату. И, соответственно, что можно еще подумать? Иногда какие-то кисы возникают, которые можно не оптимизировать, а просто заменить. Вот как я продемонстрировал в случае вот этого эффекта с VODOUT. То есть можно найти более дешевое какое-то решение, можно посоветоваться с дизайнером, и он вам предложит какой-то другой вариант. Вот. На этом, наверное, у меня все. Вот с небольшой просьбой есть такой вишей, авторы этой вишиа просят вернуть обсерваторию хотя бы в экшнс-меню, чтобы можно было до нее достучаться. Потому что прямо сейчас до этой обсерватории достучаться довольно сложно. В полной презентации, которая будет проложена на выступлении, там есть, я рассказывал там, он описал способы, как добиться в случае, допустим, загруженного приложения в эмуляторе, как получить URL, по которому вы можете достучаться до обсерватории. Вот. На этом у меня все. Спасибо. 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 Продолжение следует...